Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рада сегодня видеть вас всех в этом зале. И хочу представить вам нашего гостя, замечательного режиссёра Владимира Ивановича Тумаева, который представит нам сегодня сегодня свой фейс. Добрый вечер. Я первый раз здесь нахожусь. Зашёл, какая-то такая клубная атмосфера. Увидел на стене портрет своего мастера, Марина Мартынича Хуцеева. Я учился у него в первой мастерской. Мне страшно тогда повезло, я был ещё молодым. Вот, и первый раз отправил в Афгик работу на творческий конкурс, и вдруг пришло мне сообщение, что вы приглашаетесь, а я в это время работал на заводе, на московском. И дальше начинается просто на праздник. Я до сих пор это помню в мельчайших подробностях. Это удивительного человека. Он, слава Богу, и сегодня жив. В этом году, ему будет 90 лет, всё потрясающе. Вот, он до сих пор работает. Прошлым летом он ездил в который раз снимать, и там доснимать, что-то переснимать. В Ялту они ездили в фильм о Толстом и Чехове. Не вечерняя называется картина. Поэтому это какой-то особый знак сегодня. Я почему про это заговорил, потому что это, знаете, на всю жизнь сопровождает образ мастера. Его какое-то вот удивительное вообще отношение к профессии, к искусству. Потом он нам признался, что он отбирал нас по глазам. Это странно. Но вот... Потому что я сейчас сам тоже веду одну из мастерских в Авгике вместе с Миншовым. Я хочу сказать, что я пытался по глазам набирать, но глаза, тем не менее, часто подводят. Думаешь, что это вот так, а потом со временем оказывается, что совершенно по-другому. Но вот он как-то угадал. До сих пор многие из тех, кто был в первой мастерской, работают. Там же учились, если вы помните картины, Василия Питчева, «Маленькая Вера», Игоря Апосяна работы, граффити, допустим, и другие там телевизионные проекты и так далее. Картину, которую вы увидите сегодня, я снял между занятиями в Авгике и на высших режиссерских, где у меня тоже там мастерская с Миншовым. Мне удалось убедить продюсеров, чтобы мы поехали на север и сняли на севере о кочевниках эту историю. Эта история сделана по мотивам двух вещей Анны Павловны Неркоги, ненецкой писательницы. И мы постарались максимально адекватно все это отразить. Вы это сейчас увидите на экране. До поездки туда я ничего не знал об этом кочевом народе. Но перед съемками мы несколько раз туда ездили, и то, что я увидел, меня просто потрясло. И потряс этот мир, люди, которые там живут в гармонии с природой. И поэтому мы постарались максимально адекватно все это переложить, эту историю на экран. Если у вас возникнут вопросы, то после картины, если у вас будет желание, я могу ответить на них. А пока что все. Приятного просмотра.